итак дорогие друзья секундочку вот когда я делал еще спб по 2015 году но не было тогда понимания совсем и не было времени разбираться потом несколько лет просто писал уроки и сейчас когда уже взялся полностью переделать спб где он там делся вот хочу сказать что будем полностью разбирать bootstrap красать красоте я вас не научу именно оформлению потому что это дело вкуса и я здесь сторона а вот логика использования bootstrap здесь я расскажу почему потому что на самом деле надо использовать много уровней вложенности разобраться несложно ребят я уже себе набросал как я дам уроки ну давайте вот представим то есть а потом нарисуем чтобы вы пока это общее до понимание то есть по сути дела и свяжем это с жанга и сейчас это не обучающий урок просто хочу натолкнуть что надо будет понять далее да в жанга жанга 2 сервер ну нарисуем да вот у нас есть нарисуем вот у нас есть лист да сайт по сути дела по сути дела вот одно пространство да теперь второе пространство это меню так сейчас секундочку то есть второе пространство у нас получается это меню и вот этот блок да допустим то есть вот одно пространство вот эти два еще одно пространство то есть сложный получается шаблон да и и далее рисуем третье пространство то есть вот еще одно и еще одно где там она примерно поставим то у нас уже было он давайте желтенькое поставим туда будет точно то есть по сути дела у нас получается 1 2 и 3 то есть вот этот вот первичный до 2 красный и 3 желтый просто-напросто я себе помечаю сейчас план когда начал переделывать сайт и давайте теперь вот подумаем да то есть то что я уже сделал сейчас я то что я уже сделал вот эти пространство сейчас да вот смотрите одна страница это одно пространство далее меню навигации по кабинету меню навигации по кабинету которое будет допустим включать конкретно по разделам джанга да человек переходит по разделу уже пользуется вот этим меню да то есть и уроками то есть получается вот это основное раз пространство вот эти два блока два пространства и внутри этих блоков еще одно пространство на самом деле нифига не сложно кажется что сложно так вот смотрите по сути дела по сути дела по сути дела чему надо научиться чему надо научиться первое что мы с вами разберем это какие бывают экраны то есть сетка как складывается потому что вот допустим мы сейчас складываем да берем и складываем просто и она складывается так как я хочу да в отличие от то есть ну например вот как я хотел сделать чтобы первое основное меню уходило вверх да но при этом сам урок и меню еще оставались на планшете да то есть по сути дела удобно переключился на другой раздел при этом это меню тоже если уже не позволяет тогда это меню уже складывается но уроки остаются насколько это возможно и уже если дальше и оно должно уходить вверх по сути дела по сути дела получается следующая картина ой далеко оставил макрофон может плохо слышно будет ну ладно сейчас уже поставил обратно то есть как я говорил получается следующая картина у нас получается раз пространство вот это вот синее пространство красное желтое пространство да ну больше голубое тут не синее такое это неважно вы поняли то есть три пространства значится как дальше правильно поставить обучение bootstrap именно по логике значится следующим этапом надо обязательно разобрать это контейнер да следующая ров разберем и следующая колумб это мы разберем теперь смотрите пока мы джанга не подключаем просто напросто вот что я заметил вот что я заметил сейчас поймете когда я делал спб в пятнадцатом году все было наспех тогда быстро делал времени не было я недопонимал роль контейнера недопонимал поэтому в принципе везде делал один контейнер это было ошибкой нельзя было добиться складывания того как вот сейчас я хочу да чтобы складывалось как я хочу почему потому что если взять один контейнер его цель всего лишь разделить сейчас я остановлю его цель разделить пространство на двенадцать частей ну может сейчас я не буду делить там на все двенадцать но понимаете да так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ну в общем поняли 12 да я не буду сейчас рисовать 12 12 одинаковых частей а вот следующее все эти 12 частей управляются банально просто управляются при помощи определенных команд да call md call sm если мы зайдем на сайт bootstrap как раз я и говорил то есть call это маленькие устройства далее смаль да call sm это грубо говоря смартфон повернутый ну не вертикально а горизонтально медиум это планшет значится ларг это компьютер и уже больше и больше по сути дела мы имеем возможность очень четко указывать да как должна складываться колонка в зависимости от того или иного элемента смысл улавливаете и теперь у нас получается такая вот вещь смотрите то есть секунду если мы берем вот здесь первое пространство да первое пространство то оно уже у нас содержит 12 этих колонок то есть по сути дела мы сюда хотим вместить допустим меню и что-то для контента значит ребята вот основная идея потому что я в интернете когда смотрел да некоторые ребята дают во первых задают люди вопросы неправильно да да вот как структура сайта должна быть ну у каждого она по-своему да я говорю что красоту нет а логику объясню а теперь подумайте ребята начинают объясняя что вот берем один контейнер там контент но это в простых случаях да а в сложных смотрите три уровня вложенности раз синий два красная вложенность три желтая вложенность так вот основной смысл ребят очень прост раз контейнер надо делать дальше два контейнер вот весь смысл и три контейнер то есть большое пространство делится на двенадцать частей в свою очередь красное пространство тоже делится на двенадцать частей желтое пространство тоже делится на двенадцать частей вот тогда по сути дела мы имеем возможность управлять этим пространством управлять так как мне этим надо то есть смотрим вот оно большое пространство в принципе которое включает основное меню и и и все и включает и мы начинаем складывать а а сложилось как нам надо да при этом оно разделяется сейчас самое большое пространство всего лишь на два блока первый блок это меню то есть вот это вот пространство вот это вот пространство синенькое да ну не синенькое оно больше такое другого ну не важно короче оно разделяется на два блока раз блок два блок да все правильно при этом мы хотим чтобы вот этот блок уходил вверх он уходит вверх да вот он уходит и остается второе пространство красное пространство тоже так как мы включаем контейнер ребята контейнер это важно он значит имеет свои 12 частей правильно правильно и вот эти 12 частей включают в себя вот оно вот оно справа то есть получается что здесь остается 9 частей а вот это на 12 9 частей и когда мы начинаем складывать складывать до последнего момента сколько можно увидеть оно остается читаемым да то есть на планшете еще будет читаться потом при уменьшении монитора нам надо чтобы вот эта вещь ушла вверх да она уходит да и смотрите важно видите она занимает 12 частей то есть в принципе потому что так прописано так прописано это немножко не в этом коде но я дальше объясню покажу то есть указано вот по этому принципу да 12 пока не вдумывайте в детали пока просто сам смысл далее далее важный момент который надо понять колонки у бустрапа складываются слева направо то есть конечно же вот эта колонка сейчас по сути дела логически вот это должна уйти вверх дальше а вот это уйти вниз если у нас будет противоречить то есть нам надо наоборот то тут мы уже принудительно указываем что вот эта должна уйти вверх вот тут когда когда вот эта колонка должна уйти вверх да вот это левая а другая правая да то есть здесь нам ничего не надо делать только указать размер она и так уйдет вверх слева направо а вот когда я расположил допустим меню справа а контент урока слева то получается по логике бустрап то сам контент уйдет вверх а меню уйдет вниз да что неудобно поэтому в таких случаях мы научимся мы принудительно указываем что будет уходить вверх меню и занимать 12 частей вот оно прописано меню уроков при значится маленьком экране 12 частей занимает да и вот прописано order.sn.last order.first то есть эта команда и означает будем разбирать подробнее что оно уходит вверх условиях получается далее и на маленьком мониторе весь текст будет читаемый и человек не будет выходить с кабинета то есть то что мы хотели то и добились так вот в чем заключается большая ошибка при понимании то есть не надо задавать в интернет вопрос такие а как правильно разбить сайт ребята правильно только по вашему замыслу а ваш замысел всегда смотрите что вы хотите да вот как я показал в данном случае у меня довольно сложная структура то есть три вложенных блока значит я думаю надо три контейнера следующий момент в чем еще проблема я заметил у ребят неправильное понимание ров ряд ряд не понимается как ряд вот как мы понимаем ряд это ряд да нет нельзя так понимать ряд надо понимать как наследование и ряд существует только для того чтобы хранить колумн то есть именно когда мы запомнили то есть если мы делаем контейнер то всегда включается ров и колумн при этом и у меня были ошибки допустим я писал код где ряд это нельзя делать код всегда начинает писаться только в колонке а ряд нужен чтобы хранить колонку поэтому сейчас прямо надо запомнить контейнер ряд колонка и уже в колонке пишем нужен нам код по другому никак эти контейнеры могут быть вложены друг в друга в общем смысл понятен то есть тогда мы можем вложить любой контейнер в любой и получить то что мы хотим то есть ни грамма не оставить где этот ни грамма не оставить на то чтобы было самодеятельность то есть точно будем указывать теперь а потом нам надо будет немножко еще усложниться но это опять не сложно смотрите ну давайте подумаем по сути дела в джанго мы начинаем использовать шаблоны вот смотрите дальше зачастую ребята задают вопрос новички вопрос нормальный зачем в проекте папка темплейтс ведь можно делать темплейтс в каждом приложении ну то есть вот это говорим о папке кстати на сервере она не создает создает ее по HR только вот эта папка темплейтс нам и нужна чтобы указать базовые шаблоны то есть то что базового давайте подумаем наш проект на самом деле если бы это было PHP это было все ну грубо говоря путаница путаница мы не допустим опять в джанго сделано так все все банально просто мы постоянно работать будем с куском кода вот возьмем например базовый шаблон база html то есть база html у нас будет отражаться только navbar сайта все больше ничего то есть что надо для всего сайта при этом вот эти все блоки при входе должны быть скрыты мы это и вбиваем то есть все мы легко можем править себе в одном месте это важно в одном месте да основное меню теперь смотрим дальше думаем хорошо но если мы возьмем вот сам сайт то смотрите получается то у нас какая фигня ну то есть вот это меню у нас постоянное да а вот это меню будет меняться от разделов например в питон будет одно меню в джанго другое и тут опять приходит на помощь уже немножко другие вещи сейчас вот рассмотрим да то есть определились значит следующий шаблон ну будете соображать нам надо что нам надо вот такой шаблон вот такой шаблон кабинета нам не пойдет почему потому что если мы если вот это меню на на всем сайте одинаковое то вот это будет меняться если мы в базовую комплектацию нашего сайта ну выразился так но ну извините вложим вот это меню да то в принципе а как мы его будем править значит будет наверное правильно вложить без меню то есть вот такую конфигурацию и здесь мы начинаем использовать джанго на следование в три этапа то есть чтобы первый этап легкое редактирование зачем это делается ну давайте смотреть так будет понятней вот все это напишу уроки очень подробные базы кабинет то есть он наследуется от базы то есть грубо говоря в него добавляется верхнее меню да а сам базы а сам кабинет базы да или у вас будет по своему называться он включает только боковое меню да как мы смотрели боковое меню отлично а теперь вот многие не используют такую фишку а теперь смотрите мы получаем попадалово если не знать джанго глубоко смотрим шаблоны то есть у нас должен присутствовать по сути дела вот это присутствовать меню 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 тебе нет не это нет не это вот это меню должно присутствовать строго по разделу но если мы попытаемся сейчас посмотреть в категориях оно есть в каждой странице есть мы конечно могли бы вставить просто меню в каждый блок но представляете 10 страниц и надо внести одно изменение и мы в 10 местах правим это не подход программиста это извините меня ужас что мы будем делать в данном случае джанго нам предоставила выход очень простой мы создаем папку вот навбар курсы то есть и в одном месте создаем меню навбара вот это вот меню в одном месте создаем далее просто его правим и что мы делаем в коде все очень просто используем включение то есть грубо говоря а для этого для этого включения в джанго все очень просто по сути дела в базы кабинета html в нужном месте нам надо было всего лишь всего лишь указать блок вот тут мы его решили расположить вверху да то есть блок навбар кабинет джанго все читаемо все понятно то есть навбар кабинет джанго все логично да навбар кабинет джанго и сюда экспортируем просто включаем наш навбар ну давайте давайте сейчас вот что сделаем давайте сейчас вот что сделаем а сделаем следующее чтобы проверить что это отлично работает вот у нас создан навбар джанго и здесь пока изменена только одна вещь то есть ну drop down джанго для начинающих теперь теперь мы создадим второй фарм навбар курсы python и здесь изменим только одно пока питон для начинающих и по сути дела что нам надо сделать мы просто напросто изменяем файл да даже вот это вот джанго избыточно достаточно навбар кабинет тега хватит и мы видим питон для начинающих то есть когда а будет другой раздел то нам не надо будет в десяти файлах навбар менять да а всего лишь в одном файле в одном файле поменять нужные ссылки а дальше просто включить просто просто при этом обратите внимание мы постоянно работаем всего лишь с куском кода например если мы возьмем вернемся к началу базовую страницу мы мы работаем вот только с этим меню путаница есть нет у нас только одно меню дальше кабинет базы то есть базовый кабинет мы работаем вот вот с этим блоком без этого блока а потом уже в сам код приложения просто включаем навбар одной строчкой без справки кода удобно удобно по сути дела мы разделяем наш файл саблонами вот это блок навбар кабинет джанга конец блока блок контент кабинет потому что будем разбираться подробно подробно еще здесь очень много мелочей да то есть получается смысл какой всегда работаем в каком бы мы файле не работали мы работаем с малым куском кода что очень удобно очень легко правиться самое главное что я хотел до вас донести всегда надо стремиться к тому чтобы код правился типа меню или что-то только в одном месте у меня тоже до этого были такие ошибки а сейчас я думаю не в десяти местах я не буду править это потеря времени разобрались поэтому вот этот курс я включу в курс джанга 2 как я сказал научить вас там красоте я не умею такой такой вещи а вот логику бутстрат расскажу почему потому что ну когда уже по стольких лет начал уже делать осознанно и если связать это с джанга то в принципе получается все очень просто с одной стороны нам кажется нам кажется что шаблон довольно сложный ну правильно несколько уровней вложности все верно но если вы себе нарисуете и разберете себе именно что надо разбирать в первую очередь в голове надо понимать что когда при изменении экрана должно складываться да как только вы разобрались вы четко будете понимать сколько вам делать контейнеров не смотрите информацию в интернет когда советуют один два контейнера у вас будет свое количество запомните если есть изменение размера изменение размера вот как здесь да несколько блоков и они все уходят свое время куда-то наверх что-то вниз столько должно быть контейнеров каждый контейнер по минимуму должен содержать ряд и колонку ряд запомните никогда не воспринимаете как ряд ряд воспринимается как наследование всего лишь но не как обычный ряд вот там 12 колонок это неправильное восприятие наследование и дальше все банально просто дальше в проекте надо просто четко разобраться что у вас должно быть в проекте то есть по сути дела здесь тоже кончается каша как только вы начинаете понимать что включает базовый что включает основная конфигурация и вот как я показывал элементы которые например как навбар мы рассматривали да вот эти элементы не забываем про тек включения то есть мы его просто включили при этом мы сохраняем очень классную стратегию правка у нас основное меню пожалуйста в одном сайте захотели поменять дизайн немножко кабинета самого то мы тоже просто меняем дизайн никуда больше не влазя то есть грубо говоря если мы захотели поменять сейчас покажу если мы захотели поменять только вот этот дизайн да то мы смело его меняем в этом файле при этом нам просто надо и при этом ост ост остальной дизайн сайта не нарушается так как понимаете меня да и получается что когда мы сайт разделяем на несколько частей и используем жанга наследования то есть допустим база у нас основной база база кабинет у нас наследуется от база а сам контент сам контент как мы видим наследуется от базы кабинет три уровня вложности при наследовании в принципе джанга разработчики так и рекомендуют но больше оно действительно не надо все остальное решается обычным включением и все банально просто поэтому я думаю что многим будет интересно будем разбирать логику я расскажу я говорю когда я делал когда-то вот этот первый СПБ в 2015 году но не было были какие-то там что-то дочитаешь что-то не дочитаешь понятно непонятно это было одно но когда я зрел зрел решил начать переделывать СПБ потому что ну созрела новая система то тут уже стало очень много вопросов именно что когда должно включаться что когда должно складываться и это уже немножко другая история да то есть вы наверное увидели с этого обзорного видео что сложного на самом деле ничего нету разбирается один раз а дальше используется и ловишь кайф когда бы не зашел всегда воспринимаешь и то что я всегда говорил участникам школы и сейчас вижу Сергея Сачи Фомин сейчас секунду отлёгся да ладно просто я хотел чтобы вы поняли что если брать допустим Bootstrap и Django то учитывая то что мы работаем из Bootstrap и работаем системой шаблонов то здесь очень-очень много мелочей которые в свою очередь друг за друга цепляются поэтому если вы хотите сделать чтобы вы знаете когда приходит радость радость приходит когда вы пишите код и сайт начинает складываться так как вы хотите то есть вы предполагаете вот этого я хочу достичь в школе пока перейду на старый сайт ребят быструю переделку не обещаю потому что быстро не получается на самом деле вот это старый сайт значит здесь все складывается как приходится но курс я думаю будем делать в разме в разрезе Django 2 я как раз сейчас набрасываю то есть вы заметили что здесь мы Django 2 плюс сервер мы используем во-первых настройку своего сервера а дальше будем подключать Django то есть если раньше я как-то больше обходил ну например сейчас секунду что я хотел еще сказать в конце раньше я очень сильно обходил работу с классами но не нравилось мне на сегодняшний день в принципе наверное можно работать с классами Django то что включим да очень много вещей нам надо включить здесь есть очень много позитивных моментов простых и легких но здесь это чистый код Python поэтому Python будем изучать еще подробнее и подробнее кстати вот эти курсы которые которые я вот даю да вот говорю что ребят сразу вот дошли до функции Python и практика Python ООП да начинаем само ООП подальше начинаем это проделывать да вот эти все вещи они включены на самом деле и все вещи которые в этом разделе включаются они включаются на основе кода что часто используется так ну в принципе на этом я закончу кто приходит в школу начинать надо с spb-tut.ru поэтому начинаем именно с этого сайта при изменении сайта я постараюсь логику всю оставить но хочу вложить полностью новую систему которая наработана за эти годы дам статью вконтакте кстати вконтакте можно следить за новостями да здесь чисто новости школы но не было человеку он зашел и посмотрел что творится в школе за пару шагов поэтому посмотрите здесь где-то на свое понимание да как она двигала школа как зрела система дам эту статью и вторую статью которую обязательно дам это как начать изучать язык так сейчас эту и вторую статью которую обязательно вам надо прочитать кто смотрит это видео она будет это 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 сейчас секунду вот вот эту правильный подход программирование тут есть два видео в принципе когда вы перейдете по это по этим видео да одно видео будет систему то есть основную одно живая методика вторая система обязательно посмотрите то есть по сути дела перед изучением языка у вас в голове должно быть как вы будете изучать как вы будете отслеживать когда это будет ваше изучение будет быстрым спасибо я закончил